В Уральске родители детей с сахарным диабетом жалуются на отсутствие бесплатных препаратов. Они утверждают, что с начала года в аптеках нет инсулина, тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови и систем для помповой инсулинотерапии. Бесплатные лекарства не могут получить также онкобольные, пациенты с эпилепсией и язвенным колитом. Областном управлении здравоохранения заявляют, что заявки на бесплатные лекарства есть. Но как скоро они появятся в аптеках, все зависит от единого дистрибьютора. И логистической компании. Подробности узнаем у моей коллеги Асель Русалиевой. Восьмилетний Артем Тулаев заболел с сахарным диабетом полтора года назад. Перед каждым приемом пищи мальчику необходимо проверять уровень сахара в крови с помощью тест-полоски. Может привести к гиперсахару, то есть к высокому сахару крови. Может привести к гипо. Вот у меня у сына было позавчера гипо, предкомовое состояние. Он потерял сознание. Вот такие вот последствия ужасные. Они могут просто привести к смерти ребенка, потому что скорая также может не успеть доехать. Там борьба на считанные секунды идет. Тест-полосок, как и инсулина, в аптеках нет с января. Маленьких пациентов вынуждают переходить на инсулин для взрослых. Родителям не выдают картриджи для шприц-ручек. Нет также систем помповой инсулинотерапии. Все это родственники вынуждены заказывать в Алматы или России. Выдают 6,8,12. Это очень толстые годы для детей, потому что инъекции вводятся несколько раз в день. 6,8 раз в день вводятся, и каждый раз это синяки. Инсулин даже тут за деньги не купишь. А инсулин, один картридж стоит 27 тысяч тенге. Приблизительно на неделе-две. В области с сахарным диабетом страдают 57 детей. Инсулин им нужен каждый день. В областном управлении здравоохранения утверждают, что единый дистрибьютор уже закупил для региона 345 наименование лекарств. Но эти препараты до сих пор не доставлены в регион. Логистика, она тоже занимает определенное время. Все препараты для Западно-Казахстанской области, они отгружаются в Кустанай. С Кустаная они приезжают в Актюбинск. Дальше с Актюбинска они приезжают уже к нам. Десполовские расходники к инсулиновым помпам, они не поступили в область для амбулаторного лекарственного обеспечения, потому что не было заявки от медицинских организаций. Они поступили только для стационаров. Сейчас нам досрочная поступила заявка на то, чтобы мы их отгрузили. Мы это все будем отгружать со следующей недели, потому что они уже, то есть эта заявка пришла только на апрель месяц. С инсулинами у нас вообще все в порядке. Инсулины у нас отгружаются, отгружались. У нас инсулины были в полном объеме с самого начала года. А пока суд доделал, больные при Урале третий месяц вынуждены приобретать положенные бесплатно лекарства за деньги. Асиль Русалив, Руслан Газизов, Канат Махмутов, Уральск, Хабар, 24.